Девушки отдыхают 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 Поэтому интересуюсь. Зорко следи за всем. Да, да, активно интересуюсь новостями. Но на это объявление о конкурсе, честно говоря, онкнулось совершенно случайно. Выглядел приз как мечта, свадьба в Таиланде, на тропическом острове Пхукет, на который мы попали. Поэтому не было большой уверенности в том, что вообще можно выиграть такой конкурс. Тем более международный, да? Да, тем более международный. Участники были из шести стран. Но мы решили попробовать, почему нет, и судьба повернулась к нам улыбкой. Ну, вы сняли видео, мы его обязательно посмотрим. Загрузили там, каков дальше был план действия? Люди должны были за вас голосовать? Или как-то это происходило? Нет, все происходило по жюри. То есть члены жюри? Да, члены жюри выбирали пары, которые им больше подходят. Не знаю, там фотогеничность, возможно, как себя ведут на видео. Ну, отбор был, на самом деле, несколько этапов. Видео, это был первый этап, затем было анкетирование, затем было собеседование по скайпу с жюри, и уже по результату было выбрано топ-20 участников пар, а затем жюри выбрало те шесть пар, которые окажутся счастливчиками. Мне всегда кажется, что когда все-таки есть жюри, как-то честнее, что ли, происходит. Не у всех есть активные друзья в социальных сетях, которые могут голосовать как-то, и все это честно происходит. А вроде как жюри, и тут вроде как-то так замечательно, они могут нормально все так адекватно оценить. Сколько стран? Вы сказали шесть. А что за страны? Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Украина. Ну, и когда все этапы были пройдены, когда уже настал тот самый момент, как у вас новость застала, как это было? Да это было, на самом деле, очень интересно. Мы собирались ложиться спать, уже была ночь, нам слышим звонок из скайпа, звонит режиссер, и говорит, о, ребята, я хочу вам сказать, что я обзваниваю всех, и не все мои новости воспринимают хорошо. Некоторые начинают плакать, некоторые начинают смеяться. Но вы и победили. Так, вы заплакали или засмеялись? Я вообще без эмоций, мне кажется, отстретиваю. Я очень хотел спать, я победил, хорошо. А я вот обрадовался. Потом еще долго не могла уснуть, думала, как все это будет, ура, у меня уже не проедет. Перескладывать чемоданы, да, получается, так мысленно? Ну, да, на следующий день уже начала готовиться, обдумывать свои наряды и так далее. Ну и вот, получается, что из каждой страны выбрали по паре. Совершенно верно. Это шесть пар. Вас погрузили, долетели вы, вас как-то встретили. Как это все происходило? Все должны были встретиться в Стамбуле, в лаундж-зоне Turkish Airlines, его компания. Но у нас произошел маленький казус. У нас вылет был из Уфы. И когда мы уже сели в автобус, который у нас должен был отвезти к тропу самолета, у нашего самолета отвалилось шасси. В этот день мы не полетели. Ребята уже были в Стамбуле, а мы только на следующий день прибыли в Стамбул, и, соответственно, мы полетели в Бангкок. То есть самую главную встречу мы пропустили. Мы приехали только на следующий день. Ну, я думаю, что ничего страшного. Лучше пусть оно отвалилось на взлетной полосе, чем где-нибудь там. Чем при посадке. При посадке, да, потому что это, видимо, тоже какой-то такой хороший знак. Ну что, давайте посмотрим видео ваше конкурсное. Ну а вам, друзья, рекомендую дерзать и признаваться в любви здесь, в прямом эфире телеканала «Самара ГИС» на всю губернию, на всю страну. Останется потом это вам на память. Можно будет сохранить это видео. И почему нет? Может быть, вы хотите предложение сделать кому-нибудь в прямом эфире? Почему нет? Сегодня это замечательная возможность. У вас есть настоящая любовь по-самарски. Здесь благодаря нашим сегодняшним гостям Оксане Александру. Смотрим видео и возвращаемся в студию. Привет! Меня зовут Саша. А я Оксана. И мы хотели бы рассказать вам свою историю любви. Мы познакомились в поезде на пути в горный алтарь. Оказалось, что мы оба любим путешествия, а теперь нас объединяет еще и настоящая любовь. С тех пор прошло 4 года. И каждое лето мы ездим в горы, но на море так ни разу и не выбрались. Но это ничего страшного. Главное, чтобы рядом был человек, который готов разделить мечты с тобой. Ничего не понятно от этой истории любви, но все же хочется, наверное, некоторых подробностей. Понятно, что 4 года. Сколько сейчас уже вместе вы? Чуть больше 4 лет. И за это время, я так поняла, вот то, что произошло с вами на Пхукете, к этому вы шли. И радостное событие свадьбы по-таиландски у вас все-таки произошло. Что вы делали там, собственно, на этом острове? Какие, может быть, мероприятия? Какая программа была у вас? Сначала мы приехали в Бангкок, провели там несколько дней вместе с остальными парами. В Бангкоке стоялась пресс-конференция и первая свадебная церемония. На ней присутствовали представители средств массовой информации Таиланда, министр туризма. Было очень красиво. Высокие гости. Да, высокие гости. Проект получал освещение в Таиланде. Мы не ожидали, честно говоря, такого масштаба. Думали, все будет скромнее, но на самом деле было просто шикарно. У нас были настоящие национальные тайские костюмы, сшиты на заказ. Каждый стоил 3000 долларов. Очень красивый. Вышитый золотом, ручная работа. Поэтому вот так нас и встретили. Затем мы еще немного погуляли по Бангкоку, участвовали в нескольких приключениях. А затем переправились на остров Пхукет, где, собственно, провели две недели. Это была действительно тайская сказка, полные приключения, сюрпризов, романтики. Каждый день мы посещали несколько локаций, где нас ждали... Купания на Смоналове. Купания на Смонах. Мой тай. Можно бесконечно перечислять. Мы потом посмотрим фотографии, расскажем подробнее. Парочки, которые были с вами, сразу ли вы подружились, или все-таки были какие-то ребята, которые не понравились, может быть? Нет, подружились сразу. Мы подружились сразу и со всеми. Компания была очень сплоченная. 12 человек, все настроены на свадьбу, настроены на отдых. Все примерно одного возраста. Прекрасно друг друга понимали, веселились, отдыхали. Устраивали ли какие-то девичники, мальчишники? Да, устраивали мальчишник. В Бангкоке? На Пхукете. Так. Вот, нас отвезли на замечательную улицу, Бангл-Раут называется. К сожалению, мы не можем про нее говорить. И это было незабываемо. Ох, мальчики погуляли, а девочки? Девочки в это время наслаждались тайским массажем, ужином в ресторане с морепродуктами. Кстати, что насчет кухни, как вам? Кухня замечательная. Вы были в Таиланде? Я была второй раз в Таиланде. А я первая? Да, Саша первый, поэтому мне было очень приятно, что я могу с ним теперь разделить все прелести Таиланда, особенно тайскую кухню, которая нам безумно понравилась. Очень острая кухня, полные морепродуктов, фруктов. Супчики. Да, знаменитый супчик том-ям. Пальчики оближешь, очень вкусно. Миллион фруктов, свежевыжатые соки на каждом шагу. В Таиланде очень развита уличная кухня, то есть улицы полны торговцами, разнообразной едой, поэтому голодными мы там точно не были. Причем еда стоит достаточно дешево. Тайцы сами не любят готовить дома, они предпочитают покупать уже готовую пищу. Потому что это экономно получается, или уже в кафешках. Такой более уже какой-то такой европейский тип. То есть многие, допустим, семьи в Европе не готовят, они ходят. Да, и тайцы тоже не готовят, потому что надо покупать набор продуктов, идти домой готовить. Гораздо проще выйти, и за 40 бат, на наши деньги, это 80 рублей, можно купить порцию отменного вкусного супа. Или там лапши со свининой какой-нибудь. То есть вы прониклись, я так понимаю. Да, кухня изумительная. Переехать не планируете в Таиланд? Это больной вопрос. Саша, так понимаю, хотел бы. Друзья, 202-11-22, это телефон, сейчас вам пригодится, для того, чтобы поиграть в нашу традиционную забаву, наш киновопрос для знатоков и ценителей кино. Но мы сегодня говорим о любви, ну и кино у нас тоже непростое, если угадаете, что за кадр. Мы для вас загадали из какого фильма, звоните. 202-11-22, телефон прямого эфира. Я думаю, что если среди вас есть те, кто этот фильм видел, знает, любит, смело можете нам звонить. И билет как раз-таки на замечательный квест, а вот квест-тайм сертификат вам достанется на прохождение квеста. Очень удивительно, вдвоем можно сходить, что-то там посмотреть, прочувствовать, провести время с пользой и удовольствием. Ну что, наверное, пришло время фотографий. Что говорить, давайте смотреть. Смотрим фотографии, которые нам принесли ребята к эфиру. Очень яркие, интересные. На каждой, конечно, хочется остановиться. Ну, попытаемся рассказать чуть-чуть. Это мы в доме китайского магната, который занимался производством олова на острове Пхукет. Один из самых богатейших людей. Это кулинарный мастер-класс. Вас очень учили готовить куш? Да, это я в наряде официанта. Прихлось поработать? Я официантом и поваром. Серьезно? Это как раз наша первая фотография, когда мы увидели себя после всех приготовлений к свадебной тайской церемонии пресс-конференции. Те самые костюмы за 3000 долларов. Это вся наша веселая компания. Все 12 молодоженов через 10 минут, после того, как состоялось наше бракосочетание на берегу Андаманского моря. Одновременно у вас всех. Совершенно верно. Это одно из самых ярких приключений, купание со слоном в озере. Это было просто незабываемо. Слоны милейшие животные. Страшно было подойти? Нет. Нет, нет, нет. Это один из примеров тайской кухни. Огромные креветки. Приятного аппетита всем, кто обедает сейчас, друзья. Если вы обедаете в Таиланде, вам повезло. Очень вкусные креветки, бобовые ростки. А вот я, собственно, готовлю. В руках у меня коконат, кокосовое молоко, из которого делается большинство тайских блюд. Супов, десертов. Вот это наши замечательные гиды. Настя и Люся. Люся. Девчонки с русскими именами говорят по-русски. Здорово. То есть, в принципе, все вам рассказывали, показывали. Национальный транспорт, тук-тук называется. Веселая ночь горит разноцветными огнями, музыка, веселые передвижения. Вообще, скутеры в основном в Таиланде начинаются. Если интересно, сколько уже фотографий вы наделали? Я понимаю, здесь вообще одна тысяча, мне кажется. Совершенно верно. Плюс к этому нас сейчас снимала профессиональная команда, видеооператоров, фотографов. Это будет где-то показываться? Да. Будут с ним сняты передачи. Первый сезон. Сейчас только в следующем году будет запущен «Романтик Таиланд». Следующий сезон, поэтому у всех есть возможности быть на нашем месте. Эта фотография сделана при встрече с морем, когда мы только приехали на остров Пхукет. Шоу «Крокодил». Подумаешь, присела на крокодилка каждый день, как будто сидит на крокодиле. Да, друзья, напоминаю, что мы сейчас смотрим фотографии наших гостей. Оксана и Александра. Это самарская пара, которая принимала участие. В международном проекте «Романтик Таиланд». Ну, победители же мы, можно так назвать? Да, совершенно верно. Российская пара, которая представляла нашу страну в этом проекте. Победители первого этапа. Победители первого этапа. Ну, вот, я так понимаю, Александр – заклинатель крокодилов. И змей. Шоу «Змей», да. Подарил нам тоже немало ярких впечатлений. Ну и как? Ну, я тоже трогала змею. Ничего страшного, обычная змея слава. В Таиланде есть обыча, если потрогать змею правой рукой, то это к деньгам. Если левой рукой, то к большому здоровью. А если обоими руками, обеими, то там и другому, но в меньшей степени. Также фотографии с купания на слонах. Незабываемое приключение. Мне кажется, вы там как хорошо спали, не хотелось? Нет, мы не спали. Мы спали хорошо, но по 4 часа, как белые слоны. Ну и как? Я думаю, не сказалось нисколько на ваши работоспособности. Хотелось все впитывать, впитывать. А самое яркое, Оксана, для тебя впечатление? Я понимаю, что второй раз, может быть, не так все ощущается, но все же с любимым человеком это по-другому, иначе, с другой стороны. Вот для тебя что может быть? Совершенно верно. Именно поэтому самым ярким впечатлением была свадьба на берегу Анатаманского моря. Красивейшим образом было все обставлено на это мероприятие. После этого, наверное, следует купание с слонами. А затем просто то, как мы чувствовали себя счастливой парой. Просыпались утром вместе. Просыпались вместе, под шум прибоя. Вечерами снимали скутер. Мы продолжим смотреть фотографии. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, скажите, пожалуйста, вы влюблены сейчас? Конечно. А можете сказать, в кого и кому бы вы хотели признаться в любви? Хочу признаться в любви своему мужу, своему сыну. Я их очень сильно люблю. Безумно. Как муж его зовут? Зовут Максим. Максиму. Большой привет от телеканала Самаргиз. От Светланы. Светлана, ну давайте, дерзайте. Удачи вам. Что же за фильм мы загадали? Фильм «Вантажы двоих». Конечно. Людмила Горченко «Несравненная». Олег Басилашвили. Лучший, мне кажется, тоже фильм о любви. Если кто-то из наших зрителей не смотрел, обязательно посмотрите. Ну и продолжается наш такой вот мини-конкурс на самое оригинальное, самое, может быть, трогательное признание в любви. Может быть, кто-то дерзнет здесь в эфире это произнести, сказать добрые слова. Дадим билетики в кино и кое-что еще, о чем чуть позже расскажем непременно. Так что дерзайте. 202-11-22. Ну а мы давайте продолжим смотреть фотографии из Таиланда, замечательного путешествия, замечательного приключения наших сегодняшних гостей Оксаны и Александра. Напомню, это проект. Они победители первого этапа международного проекта «Романтик Таиланд». Фото, пожалуйста, нам запускайте. Мы будем продолжать смотреть и радоваться за ребят. Один из самых дорогих отелей острова Пхукет, Пареса. Вы там жили? Мы там отдыхали один день, проходили кулинарный класс, мастер-класс. Там есть шикарный бассейн с видом на море, на котором мы сейчас прыгаем с девушкой из Азербайджана. Сабиной. Сабиной. Эта фотография сделана там же. Мы очень сдружились с этой парой. Ну, да, кстати, разные культуры, разные люди. Как бы, я так понимаю, специально так было подоворано, чтобы весь колорит ощутить. Были ли какие-то, может быть, у вас там, не знаю, национальные... Вы пригласили себе пару, там, устроили прием по-русски, там, может быть, кто-то там рассказал про свою культуру. Нет, мы поедем 10 сентября на свадьбу, купали из Азербайджана, Камляна и Сабини. Да, они официально пригласили, нас на свадьбу, мы будем очень рады. Поэтому у нас завязались дружеские отношения со всеми, мы нашли им очень много друзей, и будем продолжать эти отношения. Тогда надо будет их тоже приглашать. Обязательно. Все съемочные группы так подозревают. А что это тут такое интересное? Оксаночка медицирует около дерева Бодхи, где Будда в течение 7 дней отбивался от демонов. А перед этим была фотография с монахом. Мы ездили в храм в Адчелонг и получили там благословение монахов перед свадьбой. А это, собственно, и есть свадьба. Красота. Невероятно. Какие ощущения, Саша? Счастья. Счастья, да. Счастья и восторга. Было очень счастливое путешествие, действительно. Желко, что оно закончилось. Ну, как закончилось? Еще есть время выиграть суперприз. Да, сейчас начался второй этап этого проекта, где мы можем оказаться победителями. А что нужно для этого? Для этого нужна поддержка. Поддержка России. Поддержка России, да. Ого, так, мы сейчас этим займемся обязательно. Ну, а был ли какой-то банкет у вас? Был ли какой-то там праздник? Что может быть национально-традиционное, свадебное? Вот это мое самое яркое впечатление. Так. Я, конечно, вас перебил. Я бился с чемпионкой по муай-тай. Наверное, в среднем весе, мне кажется, она все-таки. Вот, собственно. Я с ней бьюсь. Не на жизнь, а на смерть? Да, не на жизнь, а на смерть. Да, это было именно так. Не на жизнь, а на смерть. Уложили лопатки, Саша. Да, да, да. Ну и как ощущения? Очень круто. И надо, значит, мать еще реванш. И чемпионские трусы. В подарок. В подарок получили. Ну, они не женские. В смысле, они мужские. Ну, они на мне были. Это здорово. После боя мы поехали в спа. Тоже какой-то дорогущий спа, где был мастер-класс по тайскому массажу. Все очень красиво. Вид на джунгли с балкона этого спа. В общем, мы за эти две недели посмотрели и рассказали нашим читателям нашего блога о том, как пара влюбленная может отдохнуть в Таиланде, в каких приключениях может поучаствовать, в каких впечатлениях получить. А что нужно делать и чего нельзя? Есть такие? Что нельзя делать в Таиланде? Наступать на изображение короля, которое есть на монетках и на банкнотах. Нужно уважительно относиться к королевской семье. Вообще, любое оскорбление в сторону короля караится минимум семи годам лишения свободы. Ух ты, об этом вас предупреждали заранее? Ну, мы сами узнали. Ну, я не думаю, что уехали в Таиланд наступать на деньги. У них много обычаев. На самом деле, это страна очень улыбчивых людей. Даже когда взглядом встречаешься с проходящим мимо человеком, который к тебе никакого отношения не имеет, он обязательно улыбнется. Да. Он обязательно улыбнется. Причем искренне. Очень искренне. Ну, а нужно ли, допустим, если уж какие-то советы обывателям, сейчас вдруг кто-то собирается в отпуск, еще лет это не закончилось, делать какие-то прививки, что-то обязательно с собой взять, положить? Крем от загара, но его там можно купить. То есть, ничего. Можно ехать с одним пустым рюкзачком. Купальник взять. Купальник и все, да. Все остальное можно приобрести там. Лучше взять меньше вещей, потому что огромное количество азиатских настоящих базаров, на которых продается просто нереальное количество всего, включая одежду, поэтому меньше. Я думаю, что Оксана все равно наряда набрали. Да, мы набрали. С этими чемоданами, я так понимаю, из отеля в отель, из спа в спа, нет? Нет, чемоданы у нас насилие нам их. Ну, хорошо устроились. Это был вип-отдых. Да, был вип-отдых. Здорово. Ну, в смысле, что все равно же привезли еще с собой дополнительные чемоданы два. Еще один чемодан с сувенирами для всех. Да, совершенно верно. А что-то такое, я не знаю, запоминающееся с собой, не знаю, вкусняшки какие-нибудь привозили. Можно ли привозить оттуда? Фрукт привезли с собой, цитрусовый. Можно привозить. Только есть вонючий фрукт, сильно пахнущий дуриан. Вот его нельзя. Ну, запрещен вообще законом. Он продается там тоже везде. Везде продается, но... Вы пробовали? Что-то я вот не рискнул, если честно. Ну, говорят, пахнет ужасно, но на вкус... А на вкус по-райски, да. Да, говорят, что этот фрукт имеет вкус рая и запах ада. Возможно, так и есть. Ну, то есть вы пока не рискнули. Ну, мы вот в третий раз, когда... Ну, мы вот раз обошли во стороной, надеемся, что когда мы увидим в втором этапе, то мы сделаем все, что не успели. Все, что не успели. Друзья, 202-11-22. Звоните, признавайтесь в любви, получайте призы от телеканала Самаргиз, билеты в кино, в киномечту. Если есть желание кому-то что-то доброе, приятное сказать, выразить слова о любви, преданности, искренности, не стесняйтесь. Порой иногда можно воспользоваться как раз-таки таким шансом и по телевидению узнать, может быть, кому-то выразить свои чувства, мысли, если долго боялись, стеснялись этого сделать. Ну, а тем временем хочется, наверное, к нашим горожанам обратиться на улицу города и задать им такой вопрос. Мы обратились на улицу, задали вопрос, как же вернуться вообще в рабочий ритм после отпуска. И на самом деле получили очень разные ответы. Предлагаю посмотреть и вернуться в студию. Я бы начинала с августа как-то чуть-чуть подготавливаться, работать что ли, вспоминать в голове все, что можно, все, что вам понадобится. Никак. Для меня это сложно всегда. И чем дольше отпуск, тем потом сильнее не хочется возвращаться к работе, к учебе в моем случае. Не знаю, просто стоит смириться. Подумать, что от этого будет толк, от учебы или работы. Нужно знать, зачем ты что-то делаешь. Как легко? Ну, наверное, заранее к этому готовиться, об этом думать, может быть, кому-то звонить. Ну, так, не работать, а вливаться потихонечку, наводить справки и потихоньку-потихоньку возвращаться в реальность рабочую. Не сразу так окунаться, а потихоньку это делать. Ну, надо уже заранее готовить, а мысленно и, возможно, даже физически больше думать об этом. Вставать в 8 утра? Да, вставать трудно, но приходится все-таки. Надо заранее к этому готовиться. Выспиться. И все. И работа закипит? Да. Ну, у кого-то работа после отпуска. Если кипит, позвоните нам, расскажите, как у вас получается. Это как-то очень сложно, действительно, влиться в отпуск, после отпуска в рабочий ритм. Ну, и, конечно, друзья, хочется вас здесь в эфире услышать. Звоните нам, 202-11-22. Признавайтесь в любви к кому, может быть, вы хотите сказать добрые слова, кого вы любите. Расскажите нам, не стесняйтесь. У нас же здесь в студии наши замечательные гости. Самарская, российская пара, которая победила в первом этапе проекта «Романтик Таиланд». Ребята два недели отдыхали в Таиланде. Посетили удивительное количество всевозможных мест, каких-то процедур, каких-то путешествий, приключений. И вот они теперь расскажут, что нужно им для того, чтобы победить дальше. Буквально-таки вот, не стесняясь в камеру напротив, обратиться ко всем-всем своим друзьям, знакомым, близким, самарцам, россиянам. Дорогие россияне, что нужно вам, друзья? Дорогие друзья, прежде всего мы желаем вам отличного лета, любви и путешествий. Мы действительно выиграли первый этап, в чем мы очень рады с помощью поддержки наших друзей. И теперь мы хотим продолжения наших приключений, чтобы рассказать вам о большем количестве всего, что можно делать в Таиланде. Просим поддержать нас в голосовании, которое очень скоро начнется на официальном сайте проекта «Романтик Таиланд». Будут выбирать между шестью парами из шести стран-участников. И пара победителей отправится в Таиланд на неделю, для того, чтобы сделать все, что мы не успели сделать в первый раз. Надеемся на вашу помощь. Мы хотим еще объявить маленький конкурс. Мы выберем из числа проголосовавших за нас граждан трех наиболее активных людей. И пришлем им очень интересные сувениры прямо из Таиланда. С собой возьмем, надо было сказать, наверное. То есть есть какие-то еще бонусы для самых активных? Конечно. То есть, друзья, голосуйте. Почему, например, должны победить Азербайджан, а не Россию? Пусть Россия заберет главный приз. Россия вперед. Да, ребята в данный момент действительно представляют Россию, нашу страну. Ну, хорошо. Какие дальше планы у вас, помимо того, что вы будете ждать результатов голосования, как вернуться в рабочий ритм после отпуска? Ну, я лично планирую поменять свой рабочий формат. Хочу закончить работать на официальной работе и заняться фотографией. Фотографией, либо работать в зоопарке где-нибудь. Ну, надоело мне уже то, чем я занимаюсь, офисная работа. Это что, так Таиланд повлиял? Нет, я уже давно вынашиваю эти планы коварные, но мне кажется, что пришло самое время их воплотить, раз уж все так вкладывается. И вот буквально сегодня-завтра я этим вопросом займусь. Да, почему нет? Так, Оксана, чем каким удивительным будете заниматься? Я продолжу занятия своей основной деятельностью. Буду писать статьи о приключениях и путешествиях, то, что я люблю и то, что я умею. Попутно я работаю в экзотическом зоопарке, рассказываю экскурсоватом, рассказываю детям и гостям нашим о том, какие бывают удивительные животные. Возможно, Саша присоединится ко мне, мы будем работать в зоопарке вместе, гастролировать по городам и готовиться к тому, чтобы выстроить нашу деятельность рабочую таким образом, чтобы можно было работать с любой точки мира. Потому что писать статьи можно и под пальмы, можно в Самаре где угодно. В Самаре под пальмы как-то... Служновато. Да, есть пальмы на набережной, но это не такие, как хотелось бы. Да, поэтому нужно будет развиваться в этом направлении, я думаю, у нас все получится. Ну, а вот вы говорили, что вас пригласили ребята на свадьбу в Азербайджан, то есть это в ближайшее время, да, в Бабу? 50 сентября. То есть уже готовитесь, собираетесь? Конечно, готовимся. Там будет какой-то тоже, наверное, национальный праздник? Да, дело в том, что Грузия, Азербайджан, Казахстан – такие страны, в которых очень силен менталитет в том смысле, что они очень сплоченные. Национальный дух какой-то. Национальный дух, да. Это было видно даже по поддержке аудитории в течение конкурса, потому что они собирали безумное количество лайков просто от того, что у них очень много родственников. Все друг за другом голосуют. Одна семья проголосует уже, что лайк. Совершенно верно, да. Вот, поэтому, да, в Баку нас ждет национальный… Ну, не нас ждет, а наших друзей ждет. Мы будем как гости. Национальная свадьба очень пышная, с большим количеством друзей, с яхтой, нарядами, песнями, танцами и так далее. Мы ни разу не были в Баку и с удовольствием приняли это приглашение. Ну, а у меня такой вопрос. Вы что-то готовите в подарок, повезете? Да, конечно, повезем, но… Пока это держите. Вдруг они посмотрят, да, лучше не будем говорить на самом деле. Ну, а если такой нескромный вопрос, а сами-то когда собираетесь? В ближайшее время, я думаю. В ближайшее время? Ну, это надо как-то тоже, чтобы к нам гости приехали, тоже из других стран. Вы с кем-то, кроме Азербайджана, подружились так, естественно? Мы подружились со всеми, но азербайджанская пара наиболее… Оказалась ближе всех. А так мы получили приглашение от всех пар. И, в принципе, можем в свой маршрутный лист записать все… Гулять по свадьбам, да, такие профессиональные путешественники, которые замечательно как-то так… Почему? Можно и о свадьбах писать, почему нет? Да, конечно, о приключенческом свадебном туризме с удовольствием. Ну, а вот, допустим, вы сказали, что будут это когда-то показывать. Где можно будет увидеть видео с вашим участием и как это будет происходить? В течение этих двух недель снято огромное количество видеоматериалов и фото. Сейчас все это будет обрабатываться, монтироваться первый сезон «Романтик Таиланд», потому что затем, в следующем году, будет продолжение этого проекта. Вот, и через некоторое время каждый из шести пар получит профессионально сделанный фильм о том, как мы отдохнули, как стояла наша свадьба. И на телевизоре также будет, да, эта передача. Наблюдать, в общем, можно будет на нашем фан-блоке в Фейсбуке, Александра и Оксана, либо на официальном сайте «Романтик Таиланда», который так и называется «Романтик Таиланда». Ну, я так понимаю, что на следующий год вы уже не можете принимать участие, да? Ну, скорее всего, да. На следующий год мы спланируем... Придумаем что-нибудь новенькое, интересненькое. В Японии где-нибудь, например, свадьба, почему нет? Или в Южной Америке. Такие церемонии, обряды проводить какие-то, да, получается? Почему нет? Ну, а вот когда вы все это делали, подавали, оформляли, ведь действительно не думали о том, что возможно, да, такая вот победа? Да, и очень многие люди, которые принимают участие в каких-то конкурсах, их отметают просто по причине того, что, ой, там все схвачено, там все, наверное, уже расписано, там все уже продано и так далее. Вот, может, какой-то совет есть или какие-то еще мысли, где искать эти конкурсы, как за этим следить, как отличить конкурс, допустим, какой-то вот правильный от какого-нибудь, ну, развода так называемого. Ну, во-первых, нужно верить в свою счастливую звезду и в то, что все возможно, если этого очень захотеть, если быть достойным этого приза. Что касается конкурсов, их огромное количество в интернете, действительно очень много трэша и разводов, но просто нужно включать мозги, читать, что написано. Чувствовать имплитировать. Если у вас есть огромная аудитория, то ваш процент выигрышем повышается. Если нет, тогда нужно выбирать конкурсы, в которых выбирает жюри. И тогда делать что-то, что их поразит или удивит. Ну, а по поводу, допустим, каких-то советов нашим самарцам, что снимать, может быть, какие были конкурсные ролики еще интересные, что не снимать, может быть, какие конкурсные ролики не прошли? Ну, возможно, что стоит снимать больше, как бы, про свои отношения, про любовь, там, целоваться в камеру. И быть самими собой. Быть самими собой, самое главное, не снимать в каких-то замкнутых пространствах, где там деревянный пол, стены. Сделать видео, которое действительно хочется смотреть. Хочется смотреть и радоваться за людей, которые на нем. Да. Ну, друзья, 202, 11-22, телефон прямого эфира. У вас есть еще возможность, не стесняйтесь, я прям, если честно, от вас не ожидала. Я думала, как сейчас посыпется на нас признание в любви. Вы же такие активные. Давайте включайтесь, здесь 11-22, наш телефон, он не изменен. Мы в прямом эфире, и это удивительная возможность рассказать о том, может быть, что вы чувствуете, к кому вы чувствуете, и что-то удивительное кому-то сказать, признаться на всю самарскую губернию. Вот если касаемо Таиланда, да, вот вы говорили, что там путешествовали, да, с острова там на остров и так далее. А вот какие-то ночные приключения, ночная жизнь все-таки интересна. Там есть некоторые мифы все равно, так или иначе, о стране, что там как-то все такое, не знаю, может быть, некрасиво, неубрано, в некоторых местах и грязно, и пошло, и так далее. Вот вы с какой страной столкнулись? Таиланд для вас с какой? Мне показалось, Таиланд очень волшебной страной. Я не обращал внимания на мусор, мне кажется, его там и нет. В общем, как бы в других странах, мне кажется, гораздо грязнее, чем в Таиланде. Люди там постоянно убирают, подметают тот же самый асфальт. Куча еды везде продается. Ну, разврат, ну как без разврата, это же Таиланд. Как без разврата? Да, то есть там есть развратные местечки, конечно, да, там транссексуалы те же самые. Ну, это местный колорит, и Таиланда без этого не было, Таиланда. На самом деле, Таиланд такая страна, в которую невозможно не влюбиться, потому что там есть абсолютно все для всех запросов. Если ты хочешь лежать на пляже, ничего не делать, просто общаться с морем, пожалуйста, солнце, пляж, песок, все прекрасно. Если ты хочешь ночных приключений, кататься на скутах, развратом и так далее, там все это есть. Если хочешь спа, какого-то релакса, пожалуйста. Хочешь приключений, прыжки через джунгли, полеты и все возможное. Купание на слонах? Да, купание на слонах в том числе. А если хочешь просто есть и ничего не делать? А с детьми как отдых там? Много людей там с детьми. Также видно было, когда садились в самолет туда-обратно, то есть полсамолета с детьми забито. Очень много народа с детьми едут. Там ездят все русские детские садики. То есть ребенка можно там оставить? Да, можно приехать. Поехать куда-то отдыхать? Совершенно верно. Понятно. Ну, а реакция вот еще хотела спросить. Кто ты был в первый раз, кто ты был не в первый раз? Вот, Оксана, вы для себя открыли что-то новое в Таиланде? Или есть еще что-то, то, что не пробовали, не смотрели, не видели? Да, совершенно верно. Осталось еще очень много приключений, в которых мы не поучаствовали в этот раз. И в прошлый раз не было у меня времени на них. Можно бесконечно открывать эту страну для себя. Что касается... Даже не знаю, наверное, самое главное – это свадьба в этом случае была. Это было через призму невесты. Я смотрела на Таиланд, и мне очень понравилось. Да, все-таки это у нас свадебное путешествие было. Ну, свадебное путешествие. И, как бы, я понимаю, что вы вчера вернулись в Самару. Соскучились ли по Самаре? Очень странно слышать русскую речь. Так. Ты заходишь в магазин, и вокруг тебя все говорят по-русски. После двух-то недель, да? После муглых людей, какими-то ярких красок. Никто не говорит «копунка» тоненькими глазками. Да, как-то хочется обратно. Наверное, мы еще не совсем включились в российскую действительность, потому что три сонолета, перелеты и так далее. Ну, думаю, скоро с помощью советов наших телезрителей мы включимся в работу. Ну, на самом деле, ребятам это уходящее лето запомнилось действительно романтичным каким-то приключением, свадьбой. Ну, а чем запомнилось уходящее лето нашим зрителям? Давайте посмотрим и вернемся в студию. Абсолютно ничего. Потому что летом я никогда не отдыхаю, так как я свадебный организатор. И я только занимаюсь работой, и все. Вот один день только прогулочный выдался, и все. Закончилась со спортом, познакомилась сейчас с многими людьми, перешла в новую школу и устроилась на работу. Уходящее лето. Я развелся. И этим запомнилась? Да, запомнилась. С мужем расписались. И, ну, положительных, ну, много. У нас дождь растет. Все великолепно. Так как сказать. У нас в деревне там очень много интересного. То болотная авантюра проходит, то на рыбалку ходим. Ну, и сенокосы бывают. Провел, может, не слишком интересно. Все время работаю. Сейчас вот как раз иду на работу. Точнее, уже работаю. Но... Ну... Как сказать? Но отдохнуть успели? Ну, я отдыхаю вот... Именно в выходные. То есть мне удается, да, отдохнуть. Несомненно, я не каждый день работаю. И, да, мне удается отдохнуть. Для меня это лето, несомненно, лучше выдалось, чем остальные. Потому что в те годы я не работал. Вот. А сейчас есть деньги, есть на что отдохнуть. Ну, вот так как-то незаметно пролетел наш эфир. Наша любовь по-самарски сегодня. Здесь ребята рассказали нам о том, как они в удивительном проекте поучаствовали. Дай бог каждому когда-нибудь почувствовать на себе, увидеть, собственно, попробовать то, что удалось участникам международного проекта «Романтик Таиланд». Это Оксана и Александр. Самарская пара, представляющая нашу страну, Россию, на этом международном проекте. Следите за новостями на сайте этого проекта. Голосуйте за ребят, потому что Россия должна победить во втором этапе. Ну, а там, я не знаю, третий, четвертый. Что, всю жизнь так участвовать в конкурсах? Спасибо. Будет, я надеюсь. Если что-то интересное еще у вас, приходите, рассказывайте. Ну, а вам, друзья, всем желаем любви. Будьте собой, любите друг друга и хорошего вам отдыха, если собираетесь в отпуск. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова